Хорошо. Тема, конечно, поставлена очень широко. То есть, конечно, я за одну лекцию рассказать, не знаю, о всех гендерных перипетиях, которые происходили в перформансе в этот долгий довольно период, не смогу. Поэтому я ее обузила до следующих таких вот осей. Говорить я буду о перформансе, который в основном имеет отношение к телу. К телу, как к такому последнему пристанищу, телу, на мой взгляд, да и не только на мой, безусловно, к телу, которому трудно относиться с некоторой дистанцией. Поэтому перформанс – это вещь крайне интимная, крайне чувственная. И если здесь появятся какие-то изображения, которые вам покажутся несколько чрезмерными, или вот, ну, какими-то, скажем, слишком подцензурными, ну, ничего такого уж как бы ужасного я не покажу, но просто вот должна предупредить, что тело нас настраивает на какой-нибудь особый лад. Теперь еще раз о теле, но уже с гендерных позиций. Что такое гендер? Вот просто те рабочие определения, которые мне кажутся убедительными, вот они сейчас перед вами на экране. Если кто-то, ну, вдруг не помнит, что вообще это такое, то вот есть возможность вспомнить. Нужно сказать, что и перформанс, и гендерные координаты – вещи крайне подвижные. Перформанс – это жанр, который до сих пор требует вот какой-то специальный, что ли, специальных оговорок, когда мы говорим именно о понятии и о термине. С гендером обстоит тоже не все просто. Гендерные границы крайне подвижны, крайне эластичны. Иногда, напротив, они слишком жесткие. И, одним словом, задача довольно непростая – то есть свести, вот как-то и пересечь две эти достаточно подвижные и ускользающие вещи. Но все-таки я начну с того, что скажу несколько слов о событии этой выставки, и вот, то есть о перформансе, и об этой вот столетней истории его. Нужно сказать, ну, должна просто, не знаю, видимо, признаться, что мне сначала не казалось это таким очевидным, сделать вот этот мост в сто лет. Ну, казалось, некоторые все-таки такой… Есть в этом анахронизм. Хотя бы потому, что в начале прошлого века мы не имели возможности, то есть не мы, не мы, но не говорилось об этом понятии. И, собственно, как нам отличать, как нам отличать перформанс от неперформанса, если мы выходки, как, не знаю, сказано в одном из текстов к этой выставке, если мы выходки художников-дадаистов-футуристов, и выходки сегодняшнего художника, как их объединить. Но полагаю, что все-таки это действительно серьезное событие, эта выставка, и что аргументы в пользу этого моста, безусловно, есть. Ну, скажем, то, что там дважды, дважды авангард и вместе со всеми этими выходками, да, условно говоря, дважды оппонировал модернизму, то есть в начале века и где-то в 60-е годы. В 60-е годы, 20-го же века, да, оппонировал ему достаточно успешно, удачливо. Ну, и, конечно, не только это. Важно вот что. Важно, что речь идет о границах искусства. Когда речь идет о границах искусства, и если речь идет о границах искусства, мы можем говорить о перформансе. То есть перформансе – это не что иное, как пересматривание, рассмотрение, трансгрессия, изменение границ искусства. То есть вот, скажем, из частного разговора с философом мне помнится такая вещь, такой вопрос, вернее. Почему после стиля Сталин мы не можем, скажем, не знаю, объявить, там, не знаю, там, акцию Чингисхана? Чингисхан как перформанс. Вот ровно поэтому. Ровно потому, что нет речи о границах искусства. Почему, скажем, не знаю, мухоморы, ведущие себя странным образом в метро, вы могли это видеть, да, на выставке. Почему они художники, а, скажем, там, мой знакомый лингвист Сергей Крылов, который вел себя еще страннее, да, в метро, скажем, он там печатал, ходил босиком. Он не акционист, потому что он не сделал этого важного жеста. Он не указал на то, что он имеет дело с границами искусства. И вот, пожалуй, вот этих вот таких каких-то вводных понятий нам, наверное, будет достаточно, чтобы говорить дальше. Сейчас я покажу те стереотипы, те гендерные коды, которые существуют в культуре и с которыми мы вольно или невольно сталкиваемся и работаем. Сюда я не включила, например, вот такие важные для сегодняшнего разговора понятия, как власть, скажем, да, власть и ее отсутствие. Ну, потому что это потребует большого, долгого разговора. Это самые такие расхожие стереотипы. Здесь есть, не знаю, тоже нам необходимые. Так что думаю, что этого будет достаточно. Что такое гендерные координаты? Что такое гендерные координаты в нашем сегодняшнем разговоре? Я свела их к двум вещам. То есть к некой такой вот линии, маскулинной линии и ориентации на героя, на победителя, на вождя, на учителя. То есть фигура власти реально действующая. И фигура отсутствия власти. То есть я взяла просто слово, скажем, не знаю, там, лузер, как достаточно удобное, кстати, удобное и для мужского, и для женского контекста. И вот как раз вот об этом мы и будем говорить. О 90-х я непременно скажу. Это, может быть, будет даже центральная часть моего сообщения. Вот эти вот три, как бы, не знаю, линии актуального, радикального перформанса, имеющего дело с телом. Об этом я непременно скажу. Но вот начну я, пожалуй, все-таки с недавнего события. С события, которое произошло вот на медиаударе последнем. Я думаю, что многие из вас, может быть, видели, если не вживую, то в сети. И чтобы продемонстрировать наглядно, каким образом пересекается борьба за свои права в зоне видимости, то есть в искусстве, и в зоне власти, то есть в маскулинных, в гендерных, вернее, скажем так, в гендерных координатах. Это перформанс. Если можно, включите, пожалуйста, вот первое видео, это секвенс, которое называется, да? Вы должны были быть выше, сильнее, умнее и не задумываясь об этом противоречии. Должны были быть выше, сильнее, умнее и не задумываясь об этом противоречии. Спасибо. 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 Что происходит собственно в зале и мне думается что это вот я прочла в сети что вторая девушка которая врывается в performance она как бы не выдерживает просто этого долгого зрелища ну я не знаю на самом деле сценария не так уж это важно но конечно с прямотой вообще вот практически окон роста да то есть Это такое активистское искусство, которое не пользуется полутонами. Но после этого перформанса, думаю, что говорить о каких-то еще дополнительно, рассказывать о том, что такое гендерные координаты, что здесь происходило, в общем-то, не нужно. То есть это на редкость ясная такая экспликация. Я очень хотела показать вам отрывок тоже из недавнего, раз уж я иду вспять. Еще из одного прекрасного совершенно, на мой взгляд, события, это Никита Спиридонов показал в бродильном цехе винзавода. Если кто-то был, я была бы рада, потому что мне не дали этот монтаж. Я не знаю, что там случилось, обещали, но не дали. Я покажу, пожалуй, несколько фотографий и все-таки скажу о нем. Ну, хотя, конечно, фотографии мало что передают. Сейчас я посмотрю, они у меня всплывут-то или нет. Да, да. Это называется «Ослиная меса». И почему я была очень рада этому перформансу? Во-первых, он возвращает нас к событию этой выставки. По фотографии, еще раз повторю, судить очень сложно, но там вот этот дух, так сказать, исторического авангарда, он присутствовал. Там была очень насыщенная и довольно изощренная партитура, которую исполняли, вот видите, там наверху музыканты. Внизу была еще какая-то такая подвешенная железная штуковина, по которой бил один из исполнителей. И многие из них били, отбивали ритм такими ботинками. При этом, значит, вот человек на «Ослике», то есть сам Никита, он читал текст, который в этом шуме трудно было, в общем-то, распознать. Я услышала только слово… Я сначала подумала, что это, скорее всего, наверное, какой-то манифест, тем более, что осел, ослиный хвост, может быть, ларионов, может быть, что-то еще. То есть вот этот вот авангардный дух начала прошлого века, он там очень сильно присутствовал, в синкретизме, вот в этой вот музыке. Но когда я услышала, что он там кричит про пидорасов, я поняла, что нет, наверное, все-таки это не ларионов. И тогда ботинки вот эти, вот Кузькина мать, то есть понятно, что всплывает фигура Хрущева. Хрущева исторического, и оказалось, действительно, она и должна была всплыть, потому что, собственно, текст Мессы – это речь самого Хрущева, обращенная вот художником в манеже, ну, историческая вещь, да. Я бы даже зачитала, потому что несколько кусочков, то есть просто два, да. Запретить, все запретить, прекратить безобразие, я приказываю, я говорю. Вы все чувствуете, что ходите в панталонах? Нет, нет, вы уже в штанах. Как ты такой красивый молодой человек мог написать такое говно? И как бы вот просто в каждой фразе там, опять же, всплывают вот эти самые пидорасы. Почему мне кажется, что вот это важно? Потому что есть ведь еще и символическая, так сказать, символическая фигура Хрущева, которая предлагается здесь. И он уже выглядит, эта символическая фигура, не что иное, как авангардист. Потому что после, то есть потому что и Хрущев, и исторический Хрущев, и символический, это борцы с модернизмом. То есть авангард, который отрицал модернизм, и Хрущев на этом, в манеже, пусть не на ослике, но в манеже, делает то же самое. То есть вот эта вот смерть авангарда, которая является его, вернее, победа авангарда, который отрицал модернизм и институциализацию, сам сделался институциональным и, так сказать, победив, потерпел мощное поражение. После авангарда, мы не можем говорить о каких-то критериях плохого искусства, потому что они продемонстрировали, как антиискусство становится снова искусством. И в этом смысле Хрущев становится авангардистом. Более того, здесь всплывает еще один мессия на ослике. Это вот как бы там, не знаю, может быть, не сразу, или может быть, сразу, и потом исчезает. Но она, тем не менее, фонит. Это фигура как бы Христа, то есть фигура жертвы. И вот здесь вот мы как раз, вот почему мне хотелось его показать, потому что здесь мы как раз и, нас и прибивает вот к этой важной оппозиции. Можно ли отличить победу от поражения? Можно ли в зоне власти? Можно ли в зоне видимости? Всегда хорошо знать, да, ты победил в данном случае, ты прав. И, так сказать, вот это вот поражение от победы. Можешь ты его отличать или нет? Вот это мне казалось важным и для нашего дальнейшего разговора особенно. Сейчас я гляну, что там. Ну, это вот тот же перформанс. Тут я хотела вам напомнить уже не на словах, а, так сказать, визуально какие, то есть о символике и об ответственности за любой жест. Вот, скажем, не знаю, там простая картинка. Это, не знаю, художник Скиф, да, который просто на анархической кухне делает какой-то обед для, вот опять же, в рамках медиа-удара. Но я еще не знала, кто именно это делает. То есть я просто, чтобы не пользоваться такими уж совсем шокирующими и уже несколько надоевшими картинками, там, там, в аксах, вот о плохих девочках из Калифорнии и так далее, я хотела показать какой-то свежий пример, и вот это мне показалось интересным. То есть морковка, которую, морковка, которая очень часто и в перформансах, и в разных, там, не знаю, текстах, да, используется как фигура тоже маскулинности, как некоторый такой вот фаллический, да, предмет. Здесь она в руках, значит, молодого человека выглядит некоторой, ну, такой репрессией, что ли, маскулинности. И это неизбежно всплывает. Вот мне хотелось у вас спросить, действительно ли это так очевидно, как мне кажется, да? Мне, скорее, здесь интересно, что здесь есть еще и вот запреты, это какая-то панковская субкультура, на руке крест, это отказ от мяса, от беспорядочных половых сношений, там какой-то есть такой целый набор, и вот этот крест, от алкоголя, конечно, собственно, отсюда и породилось, отсюда и появился этот знак. В барах ставили, да, в английском. Вот, то есть, это просто демонстрация того, что есть некоторые символы, с которыми работает перформансер, и они работают вот в рамках как раз этих гендерных координат, как мне кажется, с очевидностью. Еще один, ну, несколько сложнее пример, это Илюхин, это, ну, тут сразу не видно, да, и в этом тоже смысл, как бы, жеста. Здесь не сразу видно, кто именно упакован. Есть такая довольно разработанная, да, вот, тема женщины как товара, женщины упакованной так, эдак. И когда упакован таким образом мужчина, что это значит? То есть, есть ли здесь репрессия маскулинности, с чем конкретно работает художник? Вот эти вопросы возникают, должны возникать. Вот, собственно, для этого я привожу этот пример. Дальше мы будем, теперь вернемся, давайте, вот к 90-м, и, вернее, не вернемся, да, вернемся, вернемся к 90-м, и я хочу сказать вот о трех таких типах, что ли, трех линиях перформанса того, перформанса, или акционизма того времени, где, на мой взгляд, маскулинность убывает, то есть, в той последовательности, которую я хочу вам предложить. То есть, первое, связано с именем Анатолия Осмоловского, с его и его такими коллективными креатурами, то есть, там, движение Радок, конкурирующая программа Ницца и Зюдик, это эти, конечно, хронологически надо было с них начать. Это фигура вождя, это фигура учителя, она как бы работает и сейчас, и на выставке, то есть, она очень востребована, эта линия, эта линия такого прямого контакта с властными, с властными, ну, может быть, не стереотипами, но наработками, да, то есть, с использованием тех самых стратегий, которыми, собственно, пользуется и власть политическая, скажем, да. Вот это тихий парад, он есть на выставке, вы наверняка его видели. Следующая акция, где вот тоже, то есть, ну, конечно, Ницца и Зюдик, сидящий на Маяковском, выглядит маленьким, но он пытается встать рядом, и это важный жест. Ну, и вот, конечно, вот это вот известный журнал Радек и очень известная фотография, причем, обратите внимание, здесь будут, значит, и наши еще, ну, то есть, герои нашего сегодняшнего разговора. Если вы их не узнаете, то справа, это, нет, слепая. Так, справа мы в Ромате, потом Брейнер, Осмоловский и Вася, ну, Вася не был художником, я забыла его фамилию. Шуль, забыла фамилию. Вот фигура, так сказать, не знаю, некоторого заявленного пораженчества, то есть, демонстрация мужских достоинств, причем в таком, ну, виде, что ли, скорее пениса, чем фалоса, то есть, не знака власти, а наоборот, вот она как раз на фоне этого Белого дома читается как знак поражения. Ну, причем, вот, так сказать, да, угадайте с трех раз, кто не готов, кто не готов выглядеть, так сказать, лузером, да? Вот не думаю, что это было как-то специально акцентировано, но вот это, тем не менее, заметно. Теперь, вот, так сказать, ну, когда смотришь, да, ретроспективно. То есть, вот, как такое использование возможностей и властных тактик, стратегий в искусстве. Вот что было опробовано, предъявлено и, конечно, очень было принято, не знаю, с большим энтузиазмом. На выставке много событий, которые, вот, имеют к этому отношение. Вы помните, наверное, баррикады и вот культурный взрыв в доме медиков. Вот тоже, кстати, не знаю, сразу отмечу, то есть культурный взрыв, который противопоставлен, например, культурному срыву у Бренера. Я к этому еще вернусь. Ну, это Маврамати. То есть, это Олег Маврамати. Я не поняла, почему он у меня уже здесь, но речь идет о том, что были другие стратегии. Были другие стратегии, стратегии готовности и неготовности проиграть. Выраженные, вот, не знаю, там, в работе многих перформансеров. Ну, вот Маврамати, если не помните, я скажу, что после того, как он объявил себя не сыном Божьим, вынужден был бежать. Вот, там, Авдей, Тироганян. Ну, об этом сейчас я еще скажу. Да. И, конечно, вот, понятно, что первая линия, линия Осмоловского и вот этих вот креатур, она предполагает, она предполагает фигуру учителя. Там возникают школы. Там возникает школа, которая работает, как бы, не знаю, там, видоизменившись сегодня, там, институт базов, который, кстати, и Никита, о котором я сегодня рассказывала, то есть Никита Спиридонов там учится, да. То есть эта тактика, эта линия предполагает некоторое обучение. Она предполагает школу. Тактики и стратегии лузерства не предполагают, конечно, школы. Это труднее учиться. То есть они действительно... Хотя, вот, нужно сказать, что Авдей Тироганян создавал свою школу. Создавал школу. Это была школа, конечно, такая очень игровая, не с этой серьезностью Осмоловского. Я вот хорошо помню, что мне, например, как-то они позвонили. Позвонил Авдей и сказал, что приглашают на акцию в эту школу, где будут художники целовать критиков взад. Мне показалось, что... Я вот, наверное, все-таки не знаю, не заслуживаю, наверное, этого. Я отказалась от этой акции. Таких акций было много. И они по-своему... То есть трехпрудные, которые тоже на выставке представлены, и представлены довольно интересно. Ну, то есть не столько... Я не совсем точно сказала. То есть оно представлено широко, хорошо представлено. Это очень приятно. То есть эти предлагаемые события, они как-то были изначально игровыми и вот такими, ну, предполагающими отсутствие героизма. То есть огромное количество каких-то иронических жестов, каких-то постмодернистских розыгрышей. Это вот еще одна линия. Но самым, конечно, ярким таким вот, ну, не знаю, образцом, что ли, такого лузерства можно считать... Ну, лузерство, я говорю в кавычках, что для меня это большая проблема. И вот как раз я хочу еще раз напомнить о том, что поражение и победа, они вот, ну, не знаю, там, они как-то в одном, ну, что ли, вращении. То есть это колесо как бы запущено, и оно крутится. У Бреннера постоянно как-то ничего не получалось. То есть он не мог выполнить служебный, не служебный, но супружеский долг. Его не брали на выставку. Он делал какие-то жесты, которые просто вот, ну, не знаю, такие коммуникационные такая трансгрессия. То есть то, что просто немедленно опускается в какую-то бездну невозможного. Все эти бросания дерьмом, то есть какие-то, не знаю, там драки на сцене. Все это выглядело, ну, вот, даже не раздвижением, для очень много, даже не раздвижением границ, а чем-то совершенно выходящим за любые какие-то границы. Но при этом, надо сказать, что его деятельность ведь была значительно... Давайте я переключу, может быть, где-то... А, да, вот я как раз еще об этой хотела сказать. Ну, тут я немножко остановлюсь, вот на чем. В общем, его деятельность была не так проста и, ну, что ли, одиозна, и только одиозна. Вот если вы читали тексты Бреннера, а он очень плодовитый писатель и был совершенно, не знаю, очень чувствительным и тонким критиком, как ни странно, да, вот я бы вам очень советовала прочесть его текст о культуре срыва, то есть он так называется, культура срыва. Это просто рецензия на книгу Лотмана, но там, на мой взгляд, Саша как раз рассказал вообще вот о механизмах, которые работают для него, которые заставляют, которые объясняют его вот эту вот, не знаю, там, на редкость, одиозную деятельность, да. Там речь идет о текстуальности, как душе текста, и теле текста. Текстуальность танцует, это очень поэтичный текст. Кстати, у меня есть цитата, чтобы не быть голословной, я вам, наверное, ее смогу зачитать. Текстуальность, а не текст управляет нашей душой гораздо тоньше и точнее, нежели может быть управляемо наше тело. Ибо тело наше, принуждаемое к чему-либо, всегда пометует о возможности освобождения, душа же растворяется в управляемости без остатка. Текстуальность возбуждения, она подталкивает к аффекту. Наш структурализм, самое пряное кушанье, ну, это оставим. То есть те, кто помнит его акцию перед Ван Гогом, когда он закричал о Ван Гог, и как-то в руках его оказался кусочек дерьма, то есть он не выдержал, то есть по сценарию он не сдержал своего восторга вот до такой степени. Эта акция называлась еще плагиат. И вот для меня это была какая-то такая загадка, почему плагиат? И вот в этой как раз культуре срыва я нашла ответ, потому что, вернее, не потому что, а дело в том, что тело текста противопоставлено вот этой вот самой танцующей и там умирающей в каких-то, не знаю, невозможных по текстуальности. И она, текстуальность, это прячется за телом текста. То есть для него, на мой взгляд, как раз вот эти две линии писания текстов и вот бегание в немыслимом виде и проделывание немыслимых каких-то, не знаю, выходов, оно и есть вот эта вот параллельность текстуальности, поэтической текстуальности и какой-то вот грубой, выпадающей, выпадающего грубого тела текста. Он и сам вот это самое выпадающее тело текста. Поэтому мне кажется, что очень вот тонко и верно было, но очень вскользь, я, к сожалению, не знаю деталей высказывания Валерия по дороге о том, что Бреннер – это господин, который растерял своих рабов, в отличие от Кулика, ну о нем чуть позже, да, в отличие от Кулика, который раб, не имеющий господина. То есть думаю, что речь идет, конечно, о логоцентризме нашей культуры, о том, что текст и тело у нас пересекаются весьма причудливо. И вот в выставке, которую вы видели, вы можете много видеть примеров там. Но это, конечно, отдельная тема. Вот. И мне хочется вот напомнить об этом вопросе, то есть этот вопрос. Проиграл ли свою партию Бреннер? Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что если мы будем вот задавать вот так вот впрямую вопрос, то есть там герой он, то есть какой-то легендарная какая-то фигура или все-таки как бы вот, ну не знаю, такой лузер из лузеров, то есть говорилось в его там сторону там о театре зависти. Мне кажется, это скорее такой театр истерии, в общем, истерии разыгрываемой. Думаю, что нет. Во всяком случае, я уверена, что гарантированно вот до конца, не знаю, очень надолго, что ответы будут прямо противоположными. Для кого-то это, конечно, фигура такая вот, ну не знаю, уникальной трансгрессии. Имеет ли это отношение к гендерной тематике? Безусловно. То есть любая репрессивность мускулинности, любая работа вот с тем, что вспомним опять же о кодах и стереотипах, да, гендерных. Любая работа, это как раз вообще не знаю, то, что происходит вот в гендерных координаторах, да. Ну и, наконец, да, еще я не буду, то есть я не знаю, не буду показывать этот перформанс. У меня такое ощущение, что его как-то уже все хорошо знают. Может быть, это и ложное ощущение, но я его как-то неоднократно показывала. И уж как неоднократно он был показан и без меня, что тут говорить, да. То есть для меня этот перформанс имеет какое-то особое значение, потому что именно вот с него оно задумывалось-то на самом деле не, опять же, не вот в гендерных каких-то горизонтах, да, а как некоторая аллюзия к акции Бойса и как некоторая такая ситуация, связанная вот с разыгрываемой Куликом зоофренией, да. Но для меня это просто действительно стало как-то, не знаю, там, совершенно очевидным, таким вот катализатором того, что происходило в Америке 96-го года, вся вот эта вот, не знаю, там, ну, катализатором для зрителя, конечно, не для Америки в целом. То, что происходило, вот эта вот, не знаю, там, война полов, которая в 96-м году как-то вот была, прям, можно сказать, на пике. И не только это, вот тут мне, если, да, опять возвращаясь к вопросу, там, не знаю, о победах, поражениях, о маскулинности и фемининности, здесь возникает такой вопрос. Мужчина, который опускается ниже человеческого горизонта. Чем он становится для женщины, чем он становится для мужчины, с которым пытается коммуницировать. Вот перформанс, собственно, об этом. И вопрос, который, вот, ну, я там хотела бы, там, не забывать о нем, это проиграл или не проиграл колик вот в этой ситуации, то есть, будучи, выйдя вот из зоны видимости, из зоны власти, из привычных стратегий, да, и, ну, тут, конечно, мне, может быть, сложнее, чем кому-либо об этом судить, но вот смотрите, ситуация какая. То есть это же там в 94-м году, когда Джеффри Дейч сделал свою знаменитую выставку «Постхьюман», собственно, с чего и началась такая циркуляция этого термина. Она была показана в Америке, она была показана в Европе. И, кстати, вот именно можно с этого начинать с 94-го года, начинать вот такую, можно сказать, такую вот, ну, что ли, победное хождение вот этого понятия «постхьюман». И я бы сказала, что на сегодня это одна из самых таких вот, но востребованных и актуальных ну, идей, стратегий художественных. Кулик был подарком, собственно, для Дейча. То есть Дейч в 94-м году, значит, затеял «Постхьюман», а в 96-м, в новогоднюю ночь, он уже звонил там Кулику и называл его гением и звал, как-то, не знаю, там вот сделать акцию в своей галерее. Но Кулик при этом не вписался в «Постхьюман». Он был такой вот, ну, не знаю, русской, может быть, слишком русской, да, собакой. И, собственно, вот в этом качестве как-то был востребован больше, чем в любом другом. Все рассуждения там, вот такие по содержанию абсолютно постхьюманские, да, критика антропоцентризма, которая вот сейчас, опять же, не знаю, там очень и очень популярна, важна в мире. Ну, в мире, прежде всего, конечно, искусства, да. Она не была считана, была считана именно вот эта, как бы, не знаю, там, русская, русская собака. С одной стороны, вроде бы, как и проиграл, не вписался, но с другой стороны, то есть есть ситуация какого-то совершенно уникального события. То есть какой-то такой арт-анимал, единственный в своем роде, не совсем понятного, так сказать, этого пола. И не знаю, поражение это или победа, но это важно, мне важно ведь не то, что там похлопать по плечу, сказать, молодец, старик, там, или что-то в этом роде, да. Важно просто, как работают, как работают эти механизмы. То есть насколько это, как бы, пользуясь термином Осмоловского, конкурирующая программа, стратегия прямой, прямого вторжения, экспроприации территории искусства и территории, таким образом, власти, потому что власть на территории искусства та же самая, собственно, ее механизмы те же самые, и другие, обходные какие-то пути, которые демонстрируют тело, которые демонстрируют гендерные коллизии совершенно вот другим способом, противоположным способом. И это в 90-е годы было крайне, на мой взгляд, вот важным событием. Я бы даже сказала, что именно 90-е заложили такую традицию больших утрат. То есть ситуацию, которую вот сегодня мы можем, не знаю, там рассматривать снова и снова и искать, что же все-таки произошло. То есть действительно на наших глазах постмодернистская такая свобода. Ну, немногие из вас, наверное, ее и помнят, да, но вам придется, наверное, верить на слово. Они были, эти свободы, и они на наших глазах превратились в некоторое... Они отвердели, они превратились в нечто противоположное и в какую-то востребованность твердой позиции, востребованность, опять же, не знаю, там каких-то серьезных и неподвижных, не слишком подвижных хотя бы вот координат, в том числе и гендерных. Поэтому мне кажется, что стоит, важно просматривать эти события, говорить о них. Вот, пожалуй, да, самая большая, наверное. А, да, я забыла о видео, давайте, наверное, вот что хотела я еще, да, не знаю, там не забыть сказать. То есть, возможно ли школа, скажем, Бреннера, возможно ли школа Кулика? Полагаю, что нет. Что это какие-то вещи, и вот это тоже очень важно. То есть, с одной стороны, хочу напомнить, что после авангарда мы не знаем, что такое хорошее искусство, мы не знаем, что такое плохое искусство. Мы можем говорить об этом, мы можем делиться своими впечатлениями, но у нас нет жестких критериев. И поэтому, вот тут я хочу несколько провокативный вопрос задать. То есть, если мы не знаем, что такое хорошее и плохое искусство, чему же мы учим в школах, этих школах? Школ довольно много. И только не сочтите, что я просто, как бы, не знаю, против образования. Школ много, школ перформанса. Есть школа Лены Ковылиной, есть школа, там, Лизы Морозовой. И там учат, видимо, я не знаю, чему, потому что туда, как известно, даже и художников сначала не пускали, не знаю, сейчас. Но дело даже не в этом. Я не против закрытости школ. Я хочу сказать о том, что это вопрос, что такое плохое искусство, что такое хорошее искусство, как мужское соотносится с женским, как зона видимости соотносится с зоной власти. Это все вопросы. И поэтому я хочу маленький-маленький, очень бракованный кусочек показать о том, какой еще может быть школа. Это тоже недавний проект Саши Митлянской. Школа. Можно вот эту, да? Он еще оказался еще более бракованной переписи. Междометия. 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 Междометия подчеркнул, да? Да, тут написано, подчеркнуть междометия. Я подчеркнул. Междометия. В этом случае только ай... Ты читаешь листики. Ты просто показываешь... Ай-нэ-нэ. Ай-нэ-нэ. Йосиф Бакштейн, йо-каву-мэ-нэ. В данном случае йо-каву-мэ-нэ Это восклицание. Ай-нэ-нэ. Междометия. Междометия только ай. А на нэ-нэ тоже в чем-то включился. В данном случае восклицание. А Междометия это истики восклицания. Сдал, что происходит. Ну, это... Ненормативная лексика может быть в Междамете. Айнене Бакштейн со Свиблой йоколоманэ. И айнене Айнене деу циротели йоколоманэ. А название ты зря не написал. Нужно Булныкина. А, название тоже надо было? Я думаю, только задание. То есть на троечку. Нет, в целом неплохо. А вот Иосиф Бакштейн со Свибловой йоколоманэ. Это что такое? Йоколоманэ. Почему ты пишешь слово с большой буквы? Я думаю, что это с фамилией скаминами. Насовство. Которые с большой буквы. Насовство с большой буквы. Хорошо. Нет. Только здесь задание нет. Слицательного знака в конце Йоколоманэ. А я поставил. Ты знаешь, учитель тоже человек. Имеет право. Наши возможности. Вот и будет. А в целом неплохо. А я вот прослушала. Прозвучала фраза про то, что учитель тоже человек? А, ну вот, собственно, я очень хотела, чтобы вы ее услышали. То есть это школа, где не учат искусство. Максимум, там можно повторить правила орфографии. Это очень такая частная и очень, ну, на самом деле, такая интимная, что ли, школа. В некотором смысле это пародийная школа. Но только в некотором смысле. И мне она, собственно, нужна была только для того, чтобы подчеркнуть, что есть другой полюс. Что плохое искусство, хорошее искусство, что авангард зачеркнувший модернизм и так далее. Это эти ситуации, они живы и сегодня. И сегодня мы тоже можем, и как бы, не знаю, не тоже можем, а говорим об этом. Я очень хотела бы, прежде чем перейду, да, вот все-таки к женскому перформансу. Там у меня меньше материалов, которые я хочу показать. Все-таки заключить вот эту тему пораженчества и победительства, которое идет от 90-х, ну, таким вот, как бы, не знаю, там, великим, можно сказать, лузером, это Петром Павленским. То есть несколько, ну, я не думаю, что вы пропустили эти вещи, потому что в сети они очень широко обсуждались. То есть, ну, я даже не возвращаю вас к стереотипам, там, горизонталь, вертикаль, там, не знаю, не к этому. То есть это жесты предельной жертвенности. Это жесты, которые прекрасно считываются как, ну, не знаю, такая, как крайняя степень пораженчества. Но при этом она же, эта крайняя степень, нас вызывает, ну, какое-то чувство, ну, которое заставляет не мириться с этим. И вот мне думают, что это крайне важно, крайне важно, идет ли это от 90-х годов, какая вот пунктирная или прямая линия здесь. Даже не это важно. Мы сейчас говорим вот о том, что эти две конкурирующие стратегии, они просто находятся в свободном варьировании, и те, и другие представлены в перформансе, те, и другие имеют гендерные измерения. Ну, вот это тоже из того же перформанса, фиксация, и вот последний его. Ну, кстати, ему же медиаудар дали, ну, признали победителем, так сказать, да. Да, вот упустила я достаточно важную вещь, когда говорила о начале прошлого века, когда вот я тоже рассматривала эту ситуацию, насколько, насколько фундирован, насколько важно, насколько продуманно и очевиден, насколько очевиден, насколько, слово могу подобрать, резонен, да, вот, насколько резонен этот мост, так сказать, от авангардных жестов дадаистов к сегодняшнему дню. Когда я вот об этом думала, я думала, а было ли там гендерное измерение? То есть, с одной стороны, мы знаем, там, не знаю, да, вот на примере амазонок русского авангарда, что были бесконфликтные ситуации, не было там, ну, относительно, конечно, относительно между парами художниц и их, там, скажем, мужей или друзей, но не бросается в глаза вот эта вот, не знаю, такая, что ли, принципиальная и такая очень жесткая, что ли, да, жесткая оппозиция мужского и женского в то время. Но вот, кстати, в каталоге выставки к этой, вернее, в каталоге к этой выставке я нашла замечательную совершенно мне раньше не попадавшаяся цитата из Алексея Крученыха, которая писала «Победе над солнцем», хотя там, в этой «Победе солнца» значилась по афише одна женская роль, но в процессе режиссерской работы и она была выброшена. Это, кажется, единственная опера в мире, где нет ни одной женской роли. Все делалось с целью подготовить мужественную эпоху на смену женоподобным Аполлонам и замызганным Афродитам. Ну, вот замызганных Афродит я, как бы, оставлю на его совмести, я не очень понимаю, что он имел в виду. А вот это вот мужественная эпоха без женоподобных Аполлонов. То есть подготовил ли авангард для нас, готовил ли и подготовил ли эту эпоху? Вот этот вопрос интересный. Это вопрос интересный. И в свете того, что я вот сказала о перформансах, о трех вот этих вот типах, да, перформансах 90-х, мне крайне интересно, вот, экспроприатор территории искусства, насколько они в этой вот традиции, мужественной эпохе, подготовили ли они? Они ведь говорили будущее сейчас, они говорили, они очень во многом отсылали нас к авангарду, это правда, к цитатам, к манифестам и так далее. Готовили ли они эту мужественную эпоху? И имеем ли мы сейчас эту мужественную эпоху? Или мы имеем что-то другое? Вот этот вопрос, мне кажется, тоже важным и интересным. Что касается, значит, что происходило с женским перформансом? Что происходило с женским перформансом в 90-е? То есть он не был в мейнстриме, там была своя такая тихая, спокойная достаточно жизнь. Ну, о героическом перформансе Лены Ковыльной, это отдельная история. Я сейчас говорю о некоторой такой вот, ну, что ли, тенденции и некоторой массовости, потому что мы можем уже говорить о некоторой массовости. Начиная с 90-х, женский перформанс присутствует практически всегда. Но здесь вот мне как раз трудно было бы говорить о победителях и побежденных, потому что, ну, видимо, там, где не ждут победителей, там, собственно, и поражений практически нет. То есть там была какая ситуация? То есть некое просветительство, некоторая русификация западного женского перформанса. Вот, пожалуй, в «Запасном выходе» была такая группа, где Лиза Морозова, кстати, училась у Юрия Соболева. И вот если вы видели выставки, вот, недавние выставки Юрия Соболева, то можете как-то иметь представление об уровне масштаба, вернее, о масштабе личности. Но там как раз гендерная тематика присутствовала, но она была, вот, не знаю, как-то, знаете, маргинальной. Она не была востребованной, к ней не было привлечено внимания. И, кстати, вот досадно, и я там разделяю досаду Лизы Морозовой, ну, действительно, на выставке, о которой мы говорим, «Запасный выход» не был показан совсем. Ну, с другой стороны, действительно, нельзя объять необъятного. Спокойно, спокойно и тихо, 90-е годы. Ну, вот Лена Ковыльна, да, я обещала сказать. Лена Ковыльна, да, сделала несколько очень важных, очень важных, очень заметных, очень памятных таких жестов. Вот там вода, огонь, то есть, не знаю, там присутствовала, не знаю, жизнь, смерть, то есть там действительно очень яркие и такие вот без полутонов какие-то, очень мощные экзистенциальные перформансы. Ну, их тоже можно видеть на выставке. Я имею в виду, конечно, и вот посвящение кровану, когда она уплывает, там, не знаю, и поджигание. Ну, это значительно позже, я сейчас уже хронологии как-то не особо придерживаюсь, но это вот та же тенденция, да, героического женского перформанса. Я была свидетелем одного ее перформанса, который, вот, не знаю, очень хорошо помню. Это было на выставке Кости Звездочетова. А вот, кстати, не помню, по-моему, ее нет на выставке сегодня. Я тоже, я не помню это. Выставка, которую курировал Костя Звездочетов «Сделай сам», ну, типа «Сделай сам». Она, по-моему, не совсем так называлась, но похожа. Где Лена стояла на табурете, одетая в красное платье, и на шее у нее была надета петля из проволоки. А, собственно, вернисаж, когда буйство и веселье и прочее, и прочее. И висела, конечно же, как вот и у всех работ, рядом висела инструкция, что нужно сделать, чтобы вот замысел, так сказать, был приведен в исполнение. Инструкция, как вы понимаете, несложная. Нужно было просто выбить этот табурет. И я просто стояла там, не знаю, рядом на всякий случай, потому что мне казалось, что даже если не выбьют, ведь могут случайно. И ее умение сосредоточиться, сосредоточиться на теле. Это вот какие-то вещи такие действительно труднообъяснимые. Я потом ей говорила, почему проволока? Это же просто совершенно ужасно. То есть еще с веревкой, еще как-то можно, не знаю, что-то успеть. Она мне сказала, я не нашла веревки. То есть работать с материалом, конечно, должна быть очень ответственной. То есть вот эти вот жесты какой-то предельного риска, предельного напряжения, вот они были, конечно, свойственны Лене Ковыльной. Поэтому мне, конечно, крайне интересно, чему учат в ее школе. Я видела несколько работ, но это другого толка. Можно ли учить этому? Или все-таки школа хорошего, любого искусства, это некоторое упражнение по орфографии, если вспомнить Митлянскую. Ну, это я метафорически. Не обязательно орфографии. Так, что же я еще? Да, хотела сказать про женское искусство. Ну, Лиза Морозова тоже на выставке неплохо представлена. Лиза Морозова работает давно и работает интересно. Я в своих проектах показывала ее прекрасный Псошен перформанс, где она передвигается по музею с закрытыми глазами, с завязанными глазами, и с камерой на привязанной их голове. И она обнажена, и она не видит зрителей. Более того, как раз, не знаю, там гендерный смысл был здесь превалирующим. То есть женщина как объект взгляда. Ну, опять же, я напомню об этих гендерных стереотипах. Женщина как объект взгляда. Мужчина как субъект. Ну, в данном случае просто эта ситуация доводилась уже до некоторого предела. Женщина как объект взгляда, причем она не может видеть себя. Себя она может видеть только через какие-то субституты, то есть через зрение наблюдающего, через запись камеры. Гендерная проблематика в женском перформансе была представлена достаточно широко, ну, ровно потому, что как раз интерес к теории, к феминистским теориям, к феминистским практикам был в 90-е достаточно заметным. Но вот я повторюсь, что это было несколько в стороне от намеченной нами линии геройства, победительства и лузерства. Сегодня ситуация другая. Сегодня ситуация другая, и вот мне думается, что никто, конечно, не ожидал именно вот этого взрыва в женском перформансе. Я имею в виду и ситуацию с Пусси Райт, и ситуацию с теми событиями, которые происходят вот, например, в рамках медиа-арта, да, или там других каких-то вот феминистских образованиях, то есть феминистский карандаш, феминистская кухня. То есть это достаточно заметная, я бы даже сказала, очень заметная деятельность. И здесь уже, ну, я не имею в виду, что все они настолько же определены и воинственны, как вот там, не знаю, в акции Яны Сметаниной, но там крайне интересные, на мой взгляд, события происходят. Давайте вот сейчас посмотрим еще видео. Будьте добры. А, нет, простите, это не то. Это пока не надо. Это пока не надо. А где же, сейчас, одну секунду. Я забыла, как оно называется. А, нет, там же нет, да-да-да, виновата. Нет, пока не надо. Виновата. Я хотела показать видео, но оно в темноте снято. Я покажу вам фотографии. Я покажу фотографии с этого перформанса, который называется «Свободный обмен». Фотографии Жени Зубченко и это я должна, да, переключить. Сейчас, одну секунду. Да. Вот ситуация, значит, этого такого обмена одеждами, которая, с одной стороны, если бы не было указания на то, что сейчас вам будет представлена художественная и телесная, вернее, практика свободного обмена, ну, такой анархистский, как бы, не знаю, такой известный ход, да, то есть общая кухня, общая одежда, мы обмениваем, обмениваемся ее. Кстати, в рамках нашей выставки, о которой мы говорим, Лиза Морозова на вернисаже с Антоном Литвиным проделывали, ну, какую-то вот сходную, что ли, ситуацию, когда ты мог оставить, обыгрывали сходную ситуацию, когда ты мог оставить одежду свою, если хотел, ну, и мог взять, мог сделать вот этот обмен. Здесь ситуация доведена до какого-то вот такого, ну, не знаю, качественно иного уровня. То есть, во-первых, они, участники, предупредили, что сейчас речь идет, как бы, не знаю, там, о художественном и телесном контексте, что, вот, если вернемся к началу нашего разговора, что, мне кажется, ромирует события, события, там, тусовочные, события, политические, события любое, как некоторые перформансы, как произведения этого рода искусства. Дальше происходила ситуация некоторого ритуала, то есть, человек раздевался и какое-то время стоял, когда перед ним раздевался следующий, затем этот, они менялись местами, легче, наверное, все-таки понять по картинкам, да, они менялись этими одеждами и, казалось бы, собственно, о чем речь? Но давайте я еще покажу, да, чтобы было понятнее, о чем речь. Это все или еще одна есть? А, да-да-да-да-да-да, вот давайте пока на этой остановимся. Речь идет вот о чем. То есть, женщина, ну, после всех этих феминистских, очень многих, текстов, которые сейчас хорошо известны новому поколению левых художниц или художниц-феминисток, стало практически общим местом вот то, что женщина в культуре это прежде всего костюм, это маскарад, и нагота это тоже костюм, причем один из, там, нагота женщины, да, причем один из самых востребованных в культуре. И это то, с чем феминистское теоретизирование согласиться не может, то против чего оно там постоянно ищет аргументы, да. Вот в этом свободном обмене создавалось впечатление, что меняются даже не костюмами, что меняются как бы телами, ровно потому, что костюм это ну, репрезентация нашего тела, в том числе опять же повторюсь и обнаженное тело. И вот этот вот обмен телами, который происходит в обозначенных, в очень четко обозначенных гендерных координатах, где речь идет о том, что полов далеко не два, что их значительно больше, что пол можно там открыть в себе, что пол можно ну, обнаружить, культивировать, можно менять, вот эта ситуация такого свободного обмена, она мне показалась здесь крайне убедительной. Ну, вот это вот, наверное, последняя картинка, да, если я не ошибаюсь. Да, это последняя картинка, и возвращаясь, так сказать, к началу разговора, и возвращаясь, ну, так, несколько пытаясь суммировать то, что я вам хотела продемонстрировать, и о чем хотела рассказать, это возвращение к вопросу, что такое искусство перформанса, насколько вот важен этот опыт для нас, для людей, не знаю, наблюдающих за этим, не производящих эти действия, наблюдающих за этим, и можем ли мы находить здесь ответы вот на вопросы, которые возникают у нас сегодня, и конкретно касающиеся нас, нашей какой-то индивидуальной жизни, индивидуальной практики, и тех событий, которые происходят вокруг. Пожалуй, вот не знаю, там я еще зря упустила совершенно прекрасно мысль Дмитрия Александровича Пригова, который тоже хотел сказать, о том, что будущее побеждает нас сильным опережением. Может быть, она не кажется такой уж простой по смыслу, но думаю, что вот сопоставляя с тем, что мы сегодня с вами посмотрели, эта фраза дает нам ощущение что все не так уж плохо, хотя и не так уж хорошо. Ну, пожалуй, наверное, я на этом и закончу, этим закончу. Если у вас есть вопросы, то задайте их. да, возьмите, пожалуйста. Алена Мартынова, да, Алена Мартынова, еще, то есть, я тогда просто писал об этом, я писал, скорее, как дилетант, может быть, эти, как бы, они не были оригинальны, они, может быть, шли в русле подражания, там, я не знаю, там, Бренеру, Кулику и так далее, но, на мой взгляд, тоже как-то о них неплохо вспомнить. Очень, очень правильное, очень правильное замечание. Алена Мартынова очень важная фигура. Я просто как-то уже, да, немножко там, на женском, как-то уже немножко так обузилась, может быть, слишком. Это очень правильно, Артем. Лена, ну, не исключено, конечно, что она тоже вот, вот, была под влиянием, да, вот этих, вот, не знаю, радикального перформанса, но это женский, это на женском материале, и, конечно, я не должна была это упустить. То есть, вот, ее жесты, когда все на продажу, когда идет речь о том, что, там, вот, вот вам волосы, там, с моего лобка, я их готова продать, вот, прескурант тех услуг, которые я готова вам оказать. Они имели отношение не только, конечно, к мужскому радикальному перформансу, они, безусловно, имели отношение и вот к той практике, которая была заявлена калифорнийскими этими плохими девчонками, да, и Джуди Чикаго в свое время. То есть, к той практике, которую можно условно назвать, как, там, даешь всю правду о женском теле. Потом у нее крайне интересная судьба, у Алены, то есть, ее еще называли святой блудницей. Она, с одной стороны, писала иконы, реставрировала их, с другой стороны, вот, так сказать, продавала волосы с лобка. У Алены? Да, у Алены была выставка, которая, может быть, если брать, там, пусть и райты, все, у нее была выставка, но это уже не перформанс, скорее, значит, а выставка называлась, сейчас не помню, но шла речь об объединении, там, тюрьмы и церкви, значит, в галерее Гельмана, это примерно год 98-й, значит, вот она сделала такую серию работ, значит, ну, такую, как бы, новая функция, значит, тюрьмы, объединения тюрьмы и монастыря, там, значит, что-то вот там тюрьмой руководят, значит, пенсиарными заведениями, значит, руководят монахи, вот они там выводят, значит, заключенных на молитву, там, и так далее, ну, в общем-то, такая достаточно, ну, да, нет, и потом еще, да, еще вот, скажу, еще было несколько, значит, женщин, которые занимались, значит, перформансами, может, как-то потом они, ну, как бы и Алена отошла, как бы, они как-то от этого отошли, но которых вполне тоже можно, вот, интерпретировать, сейчас посмотрите, у них были тоже, вот, то есть, ну, как бы, да, уже 90-е прошли, значит, вот какие-то имена забылись, но вспомнить было бы неплохо. Ну, безусловно, ландшафт был, конечно, более такой, вот, ну, не знаю, населенный, чем может быть представлено, там, не знаю, в одной, там, или даже в нескольких лекциях. Кстати, я хотела еще, если вы не очень устали, я могу показать еще один перформанс, Насте Беловой, у нас еще есть, да, немножко времени, вот, почему он немножко, вот, как-то у меня там отдельно стоит, потому что это тоже не, не вот в традициях, не знаю, там 90-х, да, я все-таки придерживалась этого, не в традициях какого-то лузерства или победительства, но здесь присутствует, пока не включайте, ладно, я скажу, здесь присутствует такая отсылка к модернистским кодам женским, причем она, как-то, вот, не знаю, мне показалась достаточно, такая, вот, знаете, подвижная, то есть нет прямого указания на то, что здесь идет речь, там, об оптике модернизма, вот, женщина-демон, вот, женщина-ведьма, вот, женщина, там, не знаю, там, гламурная дива или, там, раненая дива, если пользоваться, там, понятием, которое предложила Сильвия Айбельмайер, нет, это, вот, ну, давайте сначала посмотрим, а потом вернемся к этому разговору, она довольно, там, в шесть минут, по-моему, но мы можем прерваться, будьте добры, включите, пожалуйста, ну, это, непонятно, а. Продолжение следует... 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 Ироничная, скорее ироничная. Можно считать свидетельством того, что и у женского перформанса в начале прошлого века была своя архаика. Можно считать, что вот эта оптика модернистского взгляда на женщину, она может считаться, может работать и сегодня, как некоторый такой исторический архаический пласт. И для меня это тоже еще одно подтверждение того, что вот этот мост между художественными жестами начала века прошлого и жестами, которые делают современные художники, вот он вполне обоснован. Ну вот я еще раз заканчиваю свою лекцию. Если есть вопросы, то пожалуйста. А вот здесь у нас есть еще из онлайн аудитории небольшой такой, немного непонятный вопрос, но все-таки интересуется творчеством Мамышева Монро. Вот в этом контексте, наверное, нашей темы. Как можно его презентовать? Ой, вот это крайне интересная и важная тема. Сейчас вот, не знаю, в Петербурге две выставки в рамках манифеста были. Мамышева Монро. Причем любопытно, что происходит вообще, не знаю, там вот со смыслами, которые кажутся вполне устоявшимися. То есть вот, ну, Мамышев Монро как-то вот отнесен к роли, то есть вот воспринят в роли такого вот, ну, несколько травестийного, ну, не трансгендерного, конечно, а травестийного персонажа. И вот, собственно, вокруг этого и строилось восприятие его, не знаю, там совершенно замечательных театральных и театральных, я имею в виду, на сцене и не театральных жестов. Но вот выставка, которую сейчас сделали Олеся Туркина и Виктор Мазин, как раз нам объясняет очень многое, вот многие нестыковки, которые никак вот не дают остановиться вот просто на этом простом объяснении. Дело в том, что у Мамышева Монро просто вот в его фигуре сошлось так много разнообразных пластов, то есть вот это, не знаю, там и очень ироничное, и очень умное, и в то же время очень отвязное, в то же время, как бы, не знаю, там, ну, просто, так сказать, нарушающие тоже, не знаю, там эти границы и пределы. Сошлось так много, что, конечно, вот, ну, постоянно хочется обузить и упростить. Мамышев Монро – это не просто вот какой-то там поиск кверотентичности, идентичности, и, конечно, не просто это какое-то, не знаю, такое потрясающее, убедительное переодевание и перевоплощение. Это значительно больше. И вот, не знаю, там, когда я на выставке, например, увидела, что в нем подчеркнуты вещи, которые отсылают нас даже к русскому фольклору, каким-то там, не знаю, лягушкам-царевным, это не, меня не удивило, и думаю, что, не знаю, там, наверное, и многих не удивило, потому что он задал какой-то такой вот алгоритм превращений, ну, почти бесконечных, и при этом, ну, вот, совершенно небессмысленных, неповерхностных, то есть там всплывает, и, как бы, не знаю, там, вот этот вот, ну, не знаю, такая отзывчивость русской души, и там огромное количество культурных цитат, огромное количество, и при этом, вот, не знаю, такой карнавальный, как бы, такой простой и понятный жест. Ну, вот, не знаю, насколько я ответила на вопрос, потому что вопрос-то тоже не очень конкретный. Мне думается, что, вот, я очень советую вам посмотреть фильм, который сейчас сделал, я не знаю, то есть Женя Мета со Штейном, ну, по крайней мере, вот продолжение вот этой серии о современных художниках, то есть там было о Кулике, потом о Дубасарском, сейчас вот о Тимуре Новикове, длинный, довольно, там, не знаю, чуть ли не двухчасовой фильм, где вы увидите Монро еще в одной роли, в роли такого, знаете, вот, ну, не знаю, точного, ну, такого, историка, историка эпохи, историка, который знает о своем окружении, может быть, значительно больше, чем эксперты. И это тоже, вот, не знаю, выглядит так же по Монро, по-мамышевски. Это просто, убедительно и артистично. То есть это очень интересная фигура. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ